Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Василий Дулепинских и водитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам улицы Перми на комфортабельном автомобиле Лифан Салана от компании Демидыч, что на Ким 75. На дворе уже конец ноября, а в Перми тем временем продолжается грибной сезон. По крайней мере во дворе 128 дома по улице Мира. Ну да, не красноголовики здесь растут и даже не сыроежки. А вообще гриб неизвестного происхождения, да еще и на макушке тополя. Но среди снега и практически зимы этот грибочек безусловно становится кадром сегодняшнего дня. Не успели мы вчера объявить конкурс на самую могучую сосульку Перми, как в нашу информационно-справочную службу. Посыпались сообщения с паролями, явками и адресами потенциальных ледяных участниц. Ну а первыми до нашей редакции дозвонились родители воспитанников детского сада номер 134. У них здесь, как видите, не одна-две участницы, а целая ледовая команда от мала до велика. И все они расположились на крыше детского сада. В том числе и над самым входом. А потому мы считаем, что об участии этой ледовой команды в конкурсе и речи быть не может. Ее нужно как можно быстрее ликвидировать. Оперативности сотрудников детского сада номер 134 могут позавидовать даже службы экстренного реагирования. Мы даже не будем говорить, что после выхода нашего сюжета их убрали. Как сообщили нам телезрители, уже вчера поздно вечером сосулек на крыше детского учреждения не было. Сразу несколько телезрителей сообщили нам о том, что минувшим вечером на улице Подлесной огромный мусоровоз в буквальном смысле выронил на проезжую часть целую кучу бытовых отходов. Многие позвонили. Но вот фотографии с места событий сделала лишь Алена Борисова. Она же прислала их в нашу редакцию. Так что благодарность у нас сегодня массовая. И тем, кто сообщил, и тем, кто сфотографировал. В спортивный комплекс «Олимпия» мы заехали сейчас вовсе не случайно. А для того, чтобы поздравить с днём рождения нашего нового партнёра – детский журнал «Вездепрыг». Казалось бы, журнал ещё совсем маленький. Ну, в смысле, не взрослый. Всего три номера вышло. Но за это время у него уже появились читатели, почитатели и, можно даже сказать, поклонники. Ну, к примеру, тут есть кошки-гармошки для растений. Языки разные узнаёшь. Вот очень интересный журнал. Мне он очень понравился. Журнал очень красочный. Мне захотелось после этого очень часто ходить в театр, потому что там столько всего хорошего. Там правила поведения в театре, как себя правильно нужно вести. Здесь можно прочитать много сказок, стихотворений. Из всех журналов, которые я читала, этот журнал мне подходит больше всех. Детский журнал «Вездепрыг» рассчитан на детей от 4 до 11 лет. В нём есть всё. Сказки, рассказы, стихи, конкурсы, викторины, задания. Журнал можно приобрести на точках распространения, в том числе в кукольном театре и в спорткомплексе «Олимпия». Здесь же на точках можно оформить подписку на 2012 год. Думаем, те родители, которые сделают это в ближайшее время, добавят в досуг своего ребёнка ещё немного красок, полезной информации и не менее полезных занятий. Грибы пособирали, детский журнал почитали, фотографии посмотрели. В общем, подежурили. Ну и вы все прекрасно знаете, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. С вас интересные, забавные, необычные сообщения в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 263300. Со своей стороны обещаем подарки. И на этом заканчивает свою работу дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Василия Дулепинских и Прохора Осипова. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok